Велосипедисты не хотят соблюдать правила дорожного движения, а некоторые их даже не знают. К такому выводу пришли дорожные полицейские. Результаты профилактического рейда это подтверждают. Не прошло и пяти минут, а уже первый нарушитель. Зебру он решил пересечь, проехав по ней. По правилам же участник дорожного движения должен остановиться, слезть с велосипеда и пройти пешком пешеходный переход. Слышу вас. Душа не правила дорожного движения. Я знаю. Знаете? Да. А тем самым нарушаете? Случайно, спешу вас. Беспил, Дарья, хочу консировать. Пойдем. Однако не все такие, как этот молодой человек. Многие велосипедисты соблюдают правила дорожного движения при пересечении проезжей части. Вот только это исключение, нежели правило, признаются сами велогонщики. Велосипедисты не останавливаются на пешеходных переходах. Это старший, младший или без разницы? Все подряд. Почему сейчас в данный момент с велосипеда слезли? Гаишник стоит. А если бы не стоял? Поехал бы. Вот и Сергей поехал. И гаишник оказывается здесь вообще ни при чем. Неужели не знал это правило, что нужно? Не первый раз слышу вообще. Незнание закона не освобождает от ответственности никаких предупреждений. Только штраф 800 рублей. А вот другой пример. Ты знал об этом? Да. Родители с тобой беседу проводили? Да. А почему не спешишься? Должен пешком и за собой его катить рядышком. В каком классе учишься? В шестом. И подают у вас со мной обожает? Да. Подростков до 16 лет за данное нарушение правил дорожного движения инспекторы ГАИ штрафовать не могут. Они дают информацию в образовательные учреждения и в комиссию по делам несовершеннолетних. И уже комиссия принимает решение о привлечении к административной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание. А вот эта ситуация показательна. Видно, что ребенок пересекает проезжую часть в сопровождении родителей. Те даже не обращают внимания на то, как он это делает. Такая безответственность приводит к печальным последствиям. Это касается и тех, кто на самокате, и тех, кто на велосипедах. Вот здесь, на данном перекрестке, водитель автомобиля «Фиат» при повороте налево сбил велосипедиста, который ехал в прямом направлении по краю проезжей части. В результате столкновения велосипедист упал головой, а стоящий другой легковой автомобиль. По статистике, рост ДТП с участием водителей двухколесного механического транспорта в этом году на 20%. За 8 месяцев текущего года в области с велосипедистами произошло 70 аварий, в которых погибли 5 человек. В почти половине столкновений участие принимали несовершеннолетние. Алексей Дудин, Олег Маньков, 6 канал.